Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам интересный и полезный проект, который отлично подойдет для вашей мастерской. Для этого я закупил доску 100 на 25 и брусок 50 на 30. Сколько доски и бруска понадобится, я рассчитал для себя. У каждого количество и размеры могут отличаться. Но чертеж, который я по-быстрому накидал в скетчапе, я оставлю в описании под этим видео. Если кому понравится конечная идея, сможет запросто повторить. Но опять-таки, повторюсь, размеры взяты именно для моих целей и потребностей. Для того, чтобы все размеры были перед глазами, я наклеил на верстак малярной ленты и перенес все размеры из чертежа на нее. По мере заготовки просто буду вычеркивать лишнее. В этом проекте мне будет помогать вот такая торцовочная пила с протяжкой Stanley SM18. Диаметр пильного диска тут 254 мм, который позволяет делать распил шириной до 310 мм и высотой до 90 мм под прямым углом. Двигатель на 1800 Вт обеспечивает наилучшую производительность. Боковые выдвижные опоры поддерживают длинные заготовки, а также служат упором при выполнении серийных пропилов. Двухсторонний наклон пильной головы позволяет выполнять заготовки с правым и левым углом скоса. Также имеется очень удобная система подсветки XPS. Позволяет точно позиционировать линию реза по тени, отбрасываемой от диска. Спасибо за этот классный инструмент я хочу сказать интернет-магазину Папа Карло. Но Папа Карло это не только магазин. У ребят имеется классный ютуб канал, на котором они делают независимый обзор на инструмент, встречаются с представителями брендов и показывают, что сейчас на рынке есть интересного из новинок. Так что кто хочет правильно выбрать новый инструмент, рекомендую подписаться. А еще этим вы поддержите мой канал. На данном этапе в основном будет заготовка материала, а именно торцевание, разметка и пиление, а далее сборка. В общем-то ничего сложного, главное не ошибиться. Поэтому весь процесс предлагаю посмотреть в ускоренном виде. По мере продвижения сборки я буду давать некоторые комментарии, где на мой взгляд они могут быть уместны. Продолжение следует... Для удобства сборки я пользуюсь трубцинами, которыми фиксирую заготовки. Перед вкручиванием саморезов я сверлю из ингрю отверстия для них, мало ли что. Нужно собрать 4 таких штуковины. Перед вкручиваем. 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 Продолжение следует... Далее будет работа с бруском. Опять-таки напиливаю все согласно размерам. Далее беру скрученные доски. Это будут ножки. И соединяю их брусками как на видео. Далее беру скрученные доски. Это получится боковая стенка. Обязательно в конце сверяем диагонали. Они должны совпадать. Все в порядке. Можно переходить ко второй стороне. Проделаем то же самое. Друзья, я на всякий случай также в описании под видео оставлю ссылки на другие соцсети. А именно Яндекс.Зен, Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Туда я буду дублировать все, что выходит тут, на Ютубе. Так что переходите и подписывайтесь везде. Так как несмотря на то, что я буду дублировать туда видео из Ютуба, я все-таки буду выкладывать в разные сети немного разный контент. Далее все собираем по чертежу. Все скручиваем несколькими саморезами с предварительным сверлением и изинковкой. Далее все собираем по чертежу. 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 Решил сделать верстак передвижным, поэтому будут колеса. Прикручиваю их на саморезы. Кстати, если будете делать верстак без колес, учитывайте это. Так как в чертеже модель именно с колесами. Они у меня высотой 10 см. Так что эту длину нужно будет добавить ко всем вертикальным стойкам, чтобы не получился слишком низкий верстак. Колеса блокируются, поэтому пользоваться верстаком будет удобно. Столешницу хотел сделать из 20 мм фанеры, но когда увидел сколько она стоит, резко решил использовать доску. Разложил ее на столе и три доски прикручиваю как есть. А остальные необходимо поделить на три части. Предварительно подписываю откуда какая, чтобы не потерять. А дальше получившиеся куски монтирую как на видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Средняя часть будет съемная, так как верстак с небольшим секретом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С обратной стороны скручиваю крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По краям крышки делаю углубления для установки магнитов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось с обратной стороны крышки 4 магнита по краям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаю разметку под ответную часть на верстаке. Туда вкручиваю саморез с пресс-шайбой. К ним магнитится крышка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее под крышкой прикручиваю бруски направляющие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А внизу прикручиваю уголки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Направляющие нужны для того, чтобы снимать крышку со стола и задвигать чуть ниже. Получается отличная ниша для торцовочной пилы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Площадка или платформа, которая находится на одном и том же уровне со столом, что очень облегчает работу с длинным материалом. Уголки снизу нужны для установки на них 10-мм фанеры. Там будет храниться торцовка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока не застилал соседние пустоты внизу, просто нет лишней фанеры. Но я это сделаю, как только она появится. Также есть планы сделать выдвигающиеся упоры из боковин верстака, чтобы еще больше расширить рабочую зону. Но пока решил остановиться на том, что получилось. Возможно, сниму еще видео о том, как модернизировал. Друзья, на этом сегодня все. Надеюсь, вам такая идея понравилась. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты. Те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на все соцсети, чтобы нам не потеряться. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok